Партнер проекта спортивный клуб Красцветмет Добрый день! У нас есть возможность сделать материалы про двух известных в спорте людей Николай Толстых, главный человек в российском футболе Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион К тому же нам нужно обязательно рассказать о том, как обвал рубля скажется на красноярском спорте Больше всего клубы пострадают, которые платят спортсменам в валюте Больше всего пострадают у нас странцы, у них зарплата в валюте Вы предлагаете сделать сюжет про универсиаду, что мы нового там можем рассказать А кто-нибудь знает вообще, почему именно универсиады будут шли пройти? Точно, я думаю, это будет интересно Вспомним все Добрый день! Добрый день! Вы в спортивном клубе, меня зовут Горгий Аргян Сегодня мы расскажем о самых интересных спортивных событиях в Красноярске и не только за последнее время Нелегкая ситуация в российской экономике сильно бьет по профессиональному спорту Особенно по легионерам, которые играют в наших клубах Давайте разберемся Хуан? Привет, привет! Как дела у тебя? Как тебе машина? Хорошая Точно хорошая? 23-летний аргентинец Хуан Эдуардо Лискану, игрок Енисея Еще несколько лет назад выступал за юношескую команду гранда мирового футбола Мадридского Реала Информацию о его переходе из английского Ливерпуля в королевский клуб Главная спортивная газета Испании Марка разместила на первой полосе Хуан лично знаком с Зинодином Зиданом, Стивеном Джерардом, Жозе Мауринью и Криштиану Роналду Слушай, а на какой машине Криштиану Роналду ездит? Ты видел? На Ламборджине На Ламборджине ездит? На походе чуть-чуть, да Ламборджине, признается Хуан, и раньше бы вряд ли потянул А во время кризиса и подавно При переводе рублей в доллары или евро теряет треть зарплаты Сейчас присматривается к отечественному автопрому Причем пристально В автоцентре дотошно осматривает Приору, Калину и Гранту Без тени смущений следуют самые интимные места роковой троицы Капот и багажник, проверяет магнитолу Хуан в ближайшее время планирует стать гражданином России А отечественная машина поможет быстрее войти во вкус Мне кажется, неплохие машины У меня есть много знакомых, которые ездят на русских автомобилях Вроде не сильно жалуются После получасового осмотра Хуан делает выбор Уверяет, это любовь с первого взгляда Уделил внимание другим моделям, чтобы еще раз проверить чувства Можно? Да, да, Гранта Конечно Как дела? Хорошо, спасибо Покажешь мне свою квартиру? Но показывать жизнерадостному Сиу Атау Малула Тренеру регбийного клуба Краснояр практически нечего Живет скромно, двухкомнатная квартира пустая Телевизор, диван да любимая кровать О, кровать очень мягкая Вечера Сиуа коротает либо на прогулке, либо дома Смотрит юмористические передачи или российское телевидение В далекую сибирскую квартиру он привез и частичку родного королевства Тонга Здесь ванна и туалет Видишь носок? Это носок из Тонга Пока не повязал его, дверь постоянно открывалась Но самая дорогая вещь в квартире для Сиуа – компьютер В нем фотографии семьи Дома у Сиуа жена и восемь детей Признается тяжело вдалеке от родных Но уезжать не собирается, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране Которая коснулась и спортивной клубы У меня очень хорошее отношение с клубом Я понимаю, что сейчас мы вынуждены экономить Я согласился получать зарплату в рублях И для меня это не такая большая проблема Я не могу сказать, что мне тяжело кормить семью Некоторые из российских легионеров иначе расставили приоритеты Прецедент произошел в соседнем Новосибирске Галкипер хоккейной Сибири Финн Мико Коскинен без объяснения причин покинул клуб Причина Дюмарша и его зарплаты за скачка курса евро резко уменьшилась Чуть позже Финн обнаружился в одном из богатейших клубов страны Питерском СКА В красноярских клубах до обвала рубля играли около двух десятков легионеров Сейчас их ряды поредели Регбийный Красный Яр покинули все новозеландцы Легионеры получали зарплату в евро В нынешних условиях такие контракты для клуба слишком обременительны Замену новозеландцам нашли быстро Вскоре к Красному Яру присоединятся регбисты из королевства Тонга Они в качестве игры, я думаю, что будут такие же Или, может, немножко получше, но дешевле в два раза Причем зарплата будет оговорена, мы уже оговорили, а зарплата будет в рублях Клубы перешли на режим жесткой экономии Отменили и некоторые зарубежные поездки Футбольный Енисей на сборы отправился в Сочи, а не в Турцию, как еще недавно планировалось Теперь строят даже среднесрочные планы Все равно, что гадать на кофейной гуще, говорят спортивные руководители Мы не знаем цен, которые будут у аэрофлота, которым летаем, у других операторов, гостиницы, питание Все это же никто не объявляет, какая цена будет, допустим, в августе Чтобы удержать хотя бы прежние позиции, клубам придется приспосабливаться к новым условиям Бережно относиться к тратам и делать ставку не на дорогие покупки, а на селекцию, выращивание и поиск талантливых спортсменов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту машину надо прокачать Дела не ладятся не только у легионеров, проблемы в том числе и крупные финансовые Есть у главного человека в нашем футболе Николая Толстых Он никак не мог погасить долг перед тренером национальной команды Фабио Капелло, который вырос до 400 миллионов рублей Толстых, к слову, приехал в Краснояр, чтобы посмотреть новый манеж И мы воспользовались ситуацией и постарались понять, что же за человек руководит нашим футболом Вот он, к слову, идет Спускаясь по лестнице, он внимательно смотрит себе под ноги, будто идет по минному полю К этому приучила работа У главного человека в российском футболе опасность на каждом шагу Президент РФС показывает поле, раздевалки, восстановительный центр с бассейном, джакузи, хамамом, комнату, допинг-контроля Лицо Николая Толстых непроницаемо За полчаса экскурсии по манежу он, кажется, не проронил ни слова Интервью с гостем мы решили провести на футбольном поле для антуража Вот даже стулья приготовили для беседы Однако Толстых предпочел комнату для пресс-конференций И зачем-то попросил присоединиться к нему красноярских руководителей спорта Видимо, вдалеке от Москвы, рядом с гостеприимными и радушными хозяевами из регионов Николай Александрович чувствует себя комфортнее Они могут принять на себя огонь журналистов Лишний раз вспоминать о своих проблемах и проблемах отечественного футбола не хочется А они довольно крупные Полгода РФС не мог погасить долг перед главным тренером национальной команды Фабио Капелло Сумма накопилась астрономической – 400 миллионов рублей Накануне, после просьбы министра спорта Мутко, деньги итальянцу выделил олигарх Алишер Усманов Оба обвинили Толстых в несостоятельности Президент РФС считает, ситуацию накалили недоброжелатели Определенным силам очень нужно на каждом мероприятии ставить подобные вопросы Толстых осторожен в высказываниях, подбирает каждое слово Долго думает над ответами В комнате нередко повисает тишина Особенно, когда речь идет о задолженности После интервью Бискамерон рассказывает Несколько влиятельных футбольных деятелей его оппонентов Попросили спонсоров РФС не платить зарплату тренеру, пока не уволят Толстых А то, что противников у него много, факт Накануне на и так небезоблачном небе российского футбола разразился гром Стенограмма заседания исполком РФС, которая появилась в новой газете, шокировала Очевидно, отношения у руководителя российского футбола невысокие Особенно спортивную общественность возмутило поведение президента ЦСКА Евгения Гиннера Который не стеснялся в выражениях и назвал Толстых мусором и животным Тот на заседании промолчал А потом извинился перед исполкомом РФС за то, что скандальная стенограмма попала в прессу Хотя понятно, что он последний человек в мире, который был заинтересован в утечке Толстых считается одним из самых честных людей в российском спорте Корится с изворотливыми агентами, которые выкачивают из клубов миллионы долларов Черными схемами зарплат, защищает участников первого и второго дивизионов Чьи интересы нередко расходятся с интересами флагманов российского футбола Толстых выбивается из ряда руководителей нашего спорта Одет неброско, говорит кондова К тому же главный человек в российском футболе получает в разы меньше, чем практически любой игрок молодежной команды клуба премьер-лиги Это действительно 120 тысяч рублей, как у Никиты Павловича Симоняна и всего руководящего состава российского футбольного союза К слову, зарплата запасного вратаря ЦСКА красноярца Сергея Чепчугова миллион долларов в год Впервые Толстых улыбается, когда речь заходит о метро Признается, по Москве передвигаться предпочитает на этом виде транспорта Видно, что беседание о футболе ему по душе Если это метро, кстати, очень удобный вид транспорта для москвичей, в том числе и для бизнесменов, и для руководителей Вот, то я выбираю метро Даже показывает проездной, который всегда в кармане Вам привезло, представляете? Серьезно У нас президент РФС Я могу его даже подарить Если осталось... При такой застате нельзя разбрасываться Когда возвращаемся к футболу, хорошее настроение как рукой снимает В СМИ все чаще появляется информация о его скорейшем увольнении Я не читал эту статью Посмотрим, как будут развиваться события На помощь Толстых приходит его подчиненный, генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев Давайте вспомним Марк Твена, незабвенного Он бы в таком случае сказал, что слухи о моей смерти явно преувеличены Скорее всего, это просто реверанс перед боссом Его будущее на посту президента РФС туманное Но общей фотографии после интервью, как обычно, угрюмый Толстых выглядит лишним Белый ворон, он смотрится и в российском футболе Толстых не сумел наладить отношения с влиятельными спортивными функционерами Своей принципиальностью нажал себе и РФС противников А сборная страны провалил чемпионат мира в Бразилии Он действительно хочет как лучше, но получается как всегда У нашего следующего героя кажется, что все в жизни под контролем Эксклюзивное интервью нашей программе дал трехкратный олимпический чемпион по греко-римской борьбе Один из основателей партии власти Александр Карелин Ручаюсь, многое из того, что он скажет, станет для вас откровением Если бы вам нужно было представиться незнакомому человеку, как бы вы это сделали? Кто такой Александр Карелин? Именно боец из Новосибирска И только потом уже все остальное Вы стоите у истока в основании главной партии страны Единой России Ушли в политику в конце 90-х Возможно, по вашему собственному признанию, это и помешало подготовке к четвертой олимпиаде, которую вы не смогли выиграть Но спустя 15 лет, оцените, это было правильное решение или нужно было сосредоточиться на борьбе? Нужно было сосредоточиться на борьбе, отвечая коротко Но я не жалею о том, что сделано, потому что, ну, во-первых, мы заметны Но не это главное Тогда, я, может быть, так не формулировал, но тогда мы создавали инструмент Именно инструмент, который делает государство сильнее Сейчас вы уже спокойно воспринимаете поражение от американца Рулона Гарднера? Я боюсь, я не научусь воспринимать это спокойно никогда В 99-м году вы приняли участие в поединке по правилам смешанных единоборств Со звездой американского рестлинга и ММИ Акиры Мээды Выиграли, при этом ни разу не ударив, при помощи вашего коронного приема обратного пояса Как вообще так получилось, что вы приняли в этом участие? Это все, опять же, командная солидарность Мы, несмотря на то, что узаконенные эгоисты, как каждый из единоборцев Мы, ребята, которые искали продолжение века в Японии А там же все большое почитаемо, начиная с УМО, продолжая трудно А у меня, представляете, еще слово сочетание? Там САН это уважительное обращение А у меня Сан Саныч Они, когда японцы разобрались, что я Сан Саныч сам Ну три раза Ну это серьезно, парни, коллеги Сказали, здесь нас возможности лишил, поехали там нас поддерживать На тебя придут посмотреть, и нас, глядишь, где-то возьмут в эту лигу Все, поехал сначала с ними потренироваться Была такая товарищеская поездка Потом поучаствовал в тренировке Ну неинтересно же сидеть на лавке Ходить просто так на экскурсии Ну и вот так вот попал Попал в обозрение, на глаза к ним Потом пытался отказаться от этой затеи Но не смог, слишком много сил уже было к этому приложено Не мной, но японцами Правда, что после окончания карьеры вас приглашали сниматься в Голливуде? Мне по ходу действия предлагали Я даже ездил в Соединенные Штаты Был приглашен на, как это называется, на пробу, наверное, да? Да, меня там фотографировали Говорили, сделайте гримасы Видимо, это больше всего интересовало Гримасы с моей характерной наружностью Я, видимо, по-другому русских не представляю Да, ездил на переговоры И такая большая, очень заметная компания Организующая все эти съемки Занималась мной Но я поехал туда с Кузнецовым Как в одном из фильмов Она говорит, придет, конечно, но с Кузнецовым Приехали с шефом Посмотрели на все это Вкусно, красиво Я не артист В отличие от борцовского сообщества Которое спортсменами воспринимается как братство В депутатском подряд лицемерия Зачастую услуги народа защищают свои собственные интересы Занимаются самопиаром И продвигают законопроекты Ну, например, об охране граждан Последствия потребления чеснока И другие глупости У вас в связи с этим есть дискомфорт? У меня было удивительным Такое количество смешных законов О правах животных компаньонов Ну, вот о чем вы говорите И я никогда на эти мелочи-то не разменивался Сейчас из меня спросят Какие законы? Я могу сказать Мы создали инструмент И от этого отступать не намерен Потому что мы сделали возможно То, что сегодня, например, государство Может реагировать так оперативно на вызовы Это работает Ну, а придумать Гипероригинальный закон Чтобы он щекотал воображение Или возмущал кого-то Это неинтересно Ну, или не для меня, по крайней мере Потому что Так получилось, что я не И тогда, и сейчас Не ищу здесь особой заметности Когда амбиции ограничиваются Размером мигалки на крыше, например Или Хотим, тебе объявляют По очереди Не, это же главное Главное, какое место ты занимаешь В комбинации У вас есть карьерные амбиции в политике? Есть желание, например, стать Премьер-министром Скрести с ради того, чтобы куда-то продвинуться На мой взгляд, это неправильно Если бы я так сложно думал Я бы не достиг И местоположения в команде Не оставил для себя Я просто честно делал свое дело Сейчас я занимаюсь тем же самым Вот так Если сократить Сейчас я делаю точно так же все Я служу Я беру те задачи Которые, может быть, для кого-то неудобны Которые не сулят очевидных Дивидендов Или попадания в следующий созыв Или Неимоверные узнаваемости В связи с тем, что тебя будут на ток-шоу приглашать Так же, как я, например, не хожу На передачи, где нужно драться за микрофон Потому что я не умею этого делать Я не представляю, как будут там выхватывать кого-то Или толкаться локтями, чтобы побежать И что-то там тяпнуть Вот в это вот вместилище звуков Усилитель Я не собираюсь этого делать Поэтому каждый выбирает Первое, что ты делаешь Второе, и нам, может быть, это еще более важно Как ты это делаешь Очевидно, вы знаете больше, чем мы Когда в России все будет хорошо Когда на нас не будут сказываться ни цены на нефть Ни санкций, ни доброжелателей Санкции недобожелателей Когда мы перестанем ориентироваться на всех остальных Никакие Даже самые гениальные Международные экономисты Политологи Они не заинтересованы В том, чтобы мы были сильными и самобытными Япотец из лиционизма Но когда нас упрекают в том, что мы страна традиционная Я с этим не могу не согласиться А что в этом плохого Когда мы поддерживаем правильные традиции Когда Новосибирск и Казахсобрания Инициируют очень простой, на мой взгляд И очень правильный закон Что пока дети Не определились Не сформировались Им не надо рассказывать, что Нетрадиционная сексуальная ориентация Это правильно, замечательно и красиво И нас за это еще прислоняют За что? За то, что мы своих детей защищаем То с какого перепуга мы должны на кого-то ориентироваться С какого? Кто нас так напугает? При всем при этом Мы настолько расслаблены и в мирное время Но как только такая-то угроза Мы собираемся Я тут имел общение с немецкой делегацией И мне долго рассказывали Насколько мы неправы Я говорю Скажите, вот вам для чего Чтобы нас было плохо? Я говорю Ну вот вам для чего? Ну вы же в двух войнах участвовали против нас И оба раза огреблись Ну вам в смысле? Вам надо молиться Креститься левой ногой Вот так вот, пяточками Чтобы у Настю было тишь до глади А вы сейчас ведетесь Расшатывать ситуацию Для чего? Поэтому у Настю будет хорошо Когда мы будем исходить из своих интересов Будем ими руководствоваться И все До начала универсиады в Красноярске Осталось 4 года Это самое масштабное в истории края соревнование Мы решили вспомнить этот долгий путь К победе за право проведения Всемирных студенческих игр В этом материале будут и неизвестны До сих пор факты Это утвержденный Международной Федерацией студенческого спорта Мастер-план универсиады в Красноярске Очень важный документ В котором прописаны концепция и стратегия подготовки к играм Бюджет универсиады Около 40 миллиардов рублей В Красноярске появятся новые ледовые арены Спортивные комплексы, гостиницы Автомобильные магистрали, развязка и многое другое К 2019 году город преобразится Еще пять лет назад об универсиаде в Красноярске и не помышляли Брали выше Тогдашний губернатор Александр Хлопонин Всерьез замахивался на всемирную выставку Он полагал, что проведение крупного международного мероприятия Даст толчок развитию региона На экспо 2010 в Шанхае приехали около 100 миллионов человек В числе гостей красноярская делегация Посмотрели, подивились и отказались от затеи Слишком велик масштаб Чтобы привлечь на время выставки десятки миллионов гостей Нужно строить второй город Тогда краевые власти начали обсуждать идею Красноярской Олимпиады Но пришли к выводу, что и эта задача не по силам Тем временем китайский Шэньчжэнь с размахом провел универсиаду 2011 А Казань выиграла право проведения универсиады 2013 Александр Геннадьевич работал в Москве Губернатором был Илья Фанимович Кузнецов И он, в общем, сказал Вот, это именно то, что нам требуется И по масштабу вполне сопоставимо с нашими возможностями И по уровню международного звучания Начали немедля Собрали подписи горожан в поддержку проведения зимней универсиады 2019 Заключили соглашение о сотрудничестве с Сибирским федеральным университетом Получили одобрение руководителя российского студенческого спорта Премьер-министра и президента страны Выбрали интернет голосованием Талисман игр Юлайку Идеей загорелся весь город Именно желание горожан, желание красноярцев и, я уверен, сибиряков в целом является основным фундаментом для того, чтобы те, кто будут голосовать и выбирать лучшего из лучших, приняли решение в пользу Красноярску Чтобы оценить потенциал Красноярска, в гости пожаловали представители международного студенческого спорта Они открыли аллею ФИСУ, посмотрели спортивные объекты и, судя по всему, остались довольны увиденным Красноярск – отличное место для проведения универсиады Заявочная кампания стартовала Конкуренты Красноярска – южнокорейский Пхенчан, турецкий Кайсири и швейцарский Кантон Вале Главная задача теперь составить досье Это красочная книга, в которой нужно изложить преимущества своего города и ответить на многочисленные вопросы ФИСУ Как мы будем располагать эти спортивные объекты, где мы будем размещать наших атлетов Какова вместимость будет этого кампуса, какие удобства будут доступны для атлетов и для судей и рефери Кайсири и Пхенчан по разным причинам сошлись с дистанции, оставался Кантон Вале Конкурент, как ни крути, серьезный Практически вся инфраструктура у швейцарцев к универсиаде готова А Альпы, безусловно, козырь их заявки, с этим согласились и наши спортивные руководители Магия Альп на многих сказывается И мне кажется, что то, что соревнования могут пройти в сердце Альпы, наверное, и в центре Европы Наверное, это тоже будет каким-то преимуществом Уступать без борьбы в Красноярске не собирались Создали шедевральный презентационный ролик, подготовили масштабное досье Но в штаб-квартире ФИСУ оно оказалось единственным Кантон Вале неожиданно отозвал заявку Но радоваться было рано В Красноярске еще раз приехала комиссия ФИСУ, чтобы сравнить информацию в досье И реальное положение дел в городе Их оценка руководства к действию для членов исполкома ФИСУ Красноярску нужно было минимум 50% голосов Брюссель, 9 ноября 2013 года За Красноярск проголосовали единодушно В брюссельской штаб-квартире ФИСУ творится невообразимое Громкие аплодисменты, радостные крики, горячие объятия Где-то слышны даже всхлипы А президент ФИСУ Клот Луи Гальен неистово повторяет русское слово из трех букв В Красноярске до сих пор активно пользуются наследием двух спартакиад народов СССР 82-го и 86-го годов Университет 2019 может стать революционной в развитии не только спортивной, но и дорожной инфраструктуры города Последние несколько месяцев выдались трудными для российского и в частности красноярского спорта Тяжелое экономическое положение, громкие скандалы Надеемся, что из этих ситуаций выберемся без больших потерь А мы же будем продолжать следить за происходящим и рассказывать вам только о самом интересном До следующей субботы!